Добрый день! В эфире CBC информационная передача «За Каспием» в студии Эльна Ралиева. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспием мы расскажем прямо сейчас. В ближайшее время будет запущена координационная платформа среднего коридора. Эта мера даст возможность транспортировать грузы между Европой и Центральной Азией, ЕС и Китаем, не пересекая страны, находящиеся под санкциями. Железная дорога Бакут-Белесикарса готовится к открытию, обещая стать важным транспортным коридором, соединяющим Азию с Европой. В ближайшие два года в Кыргызстане появится самый крупный во всей Центральной Азии горнолыжный курорт. Инвестором проекта выступает французская компания. На эти цели спонсоры собираются выделить 165 млн евро. А сейчас расскажем более подробно. В ближайшее время будет запущена координационная платформа транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом тренд заявил посол ЕС в Казахстане Кистутис Янкаускас. По его словам, в целях улучшения функционирования среднего коридора все страны, расположенные вдоль него, должны работать вместе, обеспечивая бесперебойные поставки. Это касается не только стран Центральной Азии, но также стран Южного Кавказа и Турции. Янкаускас отметил также, что большинство наземных грузов между Китаем и ЕС идет транзитом через Казахстан. Средний коридор, как отметил Янкаускас, предлагает жизнеспособную альтернативу для торговли между ЕС и Центральной Азией, а также для транзита грузов между Китаем и Европой быстрее, чем по морю. Посол заметил, что, согласно нескольким исследованиям, существует большой потенциал для утроения грузоперевозок по данному маршруту. Говоря об энергетическом сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, посол отметил, что Астана на протяжении десятилетий является энергетическим партнером ЕС и в настоящее время обеспечивает более 8% потребления нефти в ЕС. Янкаускас подчеркнул, что ЕС также заинтересован в расширении сотрудничества с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии. В целом же транскаспийский международный транспортный маршрут дает возможность переправлять грузы между Европой и Центральной Азией, ЕС и Китаем, не пересекая страны, находящиеся под санкциями. По мере продолжения улучшения его инфраструктуры, маршрут также обеспечит более быструю доставку по сравнению с морским путем. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития представил исследование, профинансированное со стороны ЕС, в котором были определены ключевые узкие места вдоль среднего коридора. В январе текущего года в Брюсселе ЕС провел инвестиционный форум для всех стран, расположенных вдоль среднего коридора и потенциальных доноров. В рамках форума на модернизацию и улучшение инфраструктуры было обещано 10 миллиардов евро. Чтобы лучше соединить всех участников маршрута в ближайшее время, будет запущена координационная платформа среднего коридора. Мы продолжим обсуждение вместе со старшим преподавателем Казахского университета технологии и бизнеса Сабарбаем Жубаевым. Мы с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Жубаев. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Как только что было отмечено, посол ЕС в Казахстане отметил, что существует достаточно большой потенциал для утроения грузоперевозок по транскаспийскому международному транспортному маршруту. Как, на ваш взгляд, это повлияет на экономический рост в регионе и конкретно на экономику Казахстана? Естественно, повлияет положительно, потому что грузы с Китая до Европы или центрально-азиатские грузы до Европы или Китая пересекают примерно 4-5 стран, которые интегрированы в разные экономические сообщества. Можно так сказать, да? Например, Казахстан — это Евразийский экономический союз, Китай — это ШОС, Закавказья — собственно Азербайджан — нейтральная страна, и Европа, даже Европейский союз вместо НАТО. И вот координация, когда грузы идут с одной стороны в другую, особенно после санкций России, в Казахстане возникли очень большие проблемы с перевозкой грузов. Куда они идут, почему они идут, почему китайские товары идут в Россию через Казахстан без контроля и так далее. Потому что Европейский союз — это наш стратегический партнер Казахстана, и все их решения мы как бы согласовываем и выполняем, в принципе. Наш президент Токаев сказал, что с Европейским союзом у нас будут стратегические связи, и все их решения, особенно в отношении санкционных мер против России и Ирана, Казахстан будет соблюдать. А зная, что мы очень естественно сотрудничаем с Россией и еще и Ираном, это наш Каспийский регион, нам очень трудно согласовать все эти перевозки. И вот этот координационный совет, который по инициативе Европейского союза, будет решать и плюс эти вопросы, чего перевозить, чего не перевозить. Особенно, как я сказал, четыре региона разных политических направлений. И когда пересекаются границы, у нас там железная колея в Китае одно, у нас Евразийский экономический союз одно, Европа другая. И вот это все переходы границы, у нас свои законы, свои таможенные пошлины есть и в Евразийском экономическом союзе, у Азербайджана своей, Европы своей, Китая своей. И вот это все надо координировать. Ну и естественно, этот путь цифровизации, особенно сейчас вот в последнее время хотят решить этот вопрос, который как бы исключает субъективизм, ну и бюрократические препоны перевозка грузов. Поэтому координационный совет очень важный. Да, но вот также известно, что Казахстан в настоящее время одновременно работает над несколькими проектами для как раз-таки представления более качественных услуг по среднему коридору. Какие планы на будущее и что еще предстоит сделать? Так, это очень важный вопрос, потому что мы всегда работали с Европой через Россию. И когда эти Россия и Беларуси закрылись, нам нужно было искать альтернативные пути вместо с европейскими, с китайскими нашими партнерами. И вот остался единственный путь, это серединный путь через Азербайджан, Грузию, через Турцию сейчас или прямой на Констанцию, Румынию. И вот эти вопросы, перевозочные такие возможности наших железных дорог были ограничены в этом направлении. Поэтому сейчас мы расширяем второй. Раньше при Советском Союзе был единственный путь с Китаем, дружба. Ну это вообще известные где-то середины Казахстана и Китая, да, пограничные. Мы за годы независимости очень расширили Харгосские направления, это близ Алматы. Это очень удобно было, выйти на Урумчи, на Сьян, это там наш казахстанский торговый хаб мы открыли в Сьяне, это почти середина Китая. И оттуда грузы идут, шли в двух направлениях, дружба и Харгос. А вот сейчас с увеличением грузопотоков, вернее потребностью, с Китаем согласованно открываем третий путь. Это Бахти, это чуть через севернее дружбы, который будет выходить на центральный Казахстан и через Ахтау идет дальше в Каспийское море и середины коридора. И вот эти три направления, они будут работать, сейчас если мы максимальная возможность где-то 28-30 миллион тонн грузов, которые мы можем транзитно перевозить. А вот этот третий путь еще увеличит на 20 миллионов, где-то на полтора раза будет увеличено. Это и расширяет возможности центрально-азиатских республик. У нас здесь, я хочу еще добавить, да, не только вот середина кордер, а у нас сейчас очень мы плотно занимаемся север-юг. Это соединение глобального юга, это страны Персидского залива, Иран, Пакистан и Индия. Потому что Россия сейчас заинтересована в этом, финансирует вот эти все направления, а они тоже проходят через Восточный Каспий и Западный Каспий, это через Азербайджан. Я думаю, Казахстан в этих направлениях будет заинтересована и финансирует. У нас есть финансовые возможности. Да, достаточно много кто заинтересован. К примеру, в прошлом году Европейский банк реконструкции и развития, он представил исследование про финансирование со стороны ЕС, в котором были как раз-таки определены узкие места среднего коридора. И мы знаем, что также проходил форум в Брюсселе в начале этого года, и где как раз-таки на модернизацию и улучшение инфраструктуры было обещано 10 миллиардов евро. Вот как вы сегодня рассматриваете интересы ЕС в развитии среднего коридора, и каким образом данный транспортный международный маршрут поможет лучше подключить Казахстан к мировой экономике и способствовать экономическому росту в целом в регионе? Да, здесь очень много направлений, начиная с подготовки документации, чтобы они были как бы рационализированы, гармонизированы, чтобы друг друга мы поняли. Но я думаю, самое такое для Казахстана важное, это модернизация железнодорожных путей. У нас много еще путей, которые одно направление, да, вот поезда ждет на станциях, чтобы одна прошла или другая. И сейчас их делаем двухпутевые, значит, встречные и обратные стороны, друг другу не будет мешать. У нас есть такие, вот с Север-Юг, там по центру Казахстана, а вот с Китаем очень из трех только, по-моему, одна имеет двух направления. А здесь, если мы сейчас с помощью Европы открываем вот эти двух направления железнодорожных путей, то вот кратно увеличится возможность перевозки. Тогда вот и задержки будет меньше, и эффективность наших перевозок земляных, ну, будем говорить, земляных перевозок, чем морские, будет еще больше эффективнее. Потому что, когда вот проверяли эти дороги, пробные где-то, ну, 10 лет тому назад впервые начали, да, если груз из, например, Китая, там, из Гонконга до европейских стран идет где-то 30-35-40 дней, а через наш территорий получился где-то 14-15 дней, почти 2,5 раза быстрее. Конечно, было бы еще лучше, если бы вот через Россию и через Белоруссию, вообще 7 дней до Финляндии доходило поезда. Ну, сейчас это пока остается нерешенной проблемой, геополитика, война, а поэтому мы вот эту 14-й, ну, дневную перевозку хотят уменьшить хотя бы до 12-10 дней. В этом отношении вот европейские инвестиции нам поможут. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время все вопросы будут решены. Что ж, спасибо вам большое, что подключились к нам. Растущий интерес зарубежных игроков к среднему коридору мы обсудили со старшим преподавателем Казахского университета технологий и бизнеса Сапарбая Жубаева. Ну, мы продолжаем наш выпуск. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс готовится к открытию, обещая стать важным транспортным коридором, соединяющим Азию с Европой. По имеющимся данным, работа по модернизации линий практически завершены и возобновление движения по БТК может начаться уже в мае. В свете нестабильности в других регионах мира средний коридор, частью которого является железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, приобретает особое значение. Он обеспечивает диверсификацию поставок для стран Центральной Азии, повышает эффективность среднего коридора и усиливает роль Азербайджана, Грузии и Турции в экономике региона. Азербайджанский эксперт по транспорту Рауфа Гамирзаев отмечает, что в свете нарушений мировых цепочек поставок сокращение количества выгодных маршрутов делает БТК еще более важным с точки зрения стратегии грузоперевозок. Баку-Тбилиси-Карс – важное звено трансконтинентальным сообщениям. И на данный момент в мире происходит перенаправление потоков. Очень серьезные события произошли за последние 10 лет, начиная от 2013 года, как Китай объявил в Казахстане о проекте «Один поезд, один путь». Это альтернатива морским путям. Также за эти годы сложная ситуация в регионе в контексте войны России между Украиной, санкции против России. Также серьезные проблемы в Красном море. Это все поднимает вопрос об альтернативных маршрутах. Альтернативный сухопутный маршрут – это серединный коридор, мультимодальный маршрут. И особенное значение имеет именно участок Баку-Тбилиси-Карс. Модернизация Баку-Тбилиси-Карс завершена на 95%, цитирует местные СМИ главу азербайджанских железных дорог Ровшана Рустамова. По его словам, это сократит время доставки грузов и увеличит пропускную способность маршрута. Пропускную способность БТК планируется увеличить в пять раз. Ожидается, что модернизация также сократит время нахождения грузов в пути между Азией и Европой. Запуск обновленного БТК в работу планируется 20 мая. По словам Рауфа Агамирзаева, открытие железнодорожного коридора, соединяющего Баку и Карс – это только начало, и объем провозимых грузов будет расти, повышая интерес к маршруту. На данный момент проведены очень большие модернизационные работы, что даст возможность увеличить грузовой поток с миллион тонн грузов до 5 миллионов тонн. Но это только начало, я думаю. В Ахуте Белесе Карс имеет особое значение, так как это единственная сухокупная дорога между Европой и Азией. Ведутся также работы по модернизации и в турецком участке, что даст возможность в будущем все больше увеличить значение этого маршрута. Железная дорога Баку-Тбелесе Карс была запущена 30 октября 2017 года. Для этого была построена новая железнодорожная ветка, соединяющая турецкий Карс с грузинским Ахалкалаки, и модернизирована действующая линия Ахалкалаки-Тбелеси. Общая протяженность линии составляет 846 километров, из которых 504 километра проходят по территории Азербайджана, 263 километра через Грузию и 79 километров по Турции. Сарали, Ва Сибиси. В американском штате Делавер открыли первый казахстанско-американский венчурный фонд по инновационным медицинским технологиям Future Med Ventures Казахстан. Планируемый объем капитала составляет 400 миллионов долларов. Фонд будет вести поиск и отбор компаний, занятых в разработке инновационных медицинских технологий. Future Med будет финансировать их клинические испытания в обмен на акции. Уникальность концепции состоит в том, что клинические испытания будут проводиться в казахстанских медицинских учреждениях. Это позволит существенно сократить затраты, а также будет стимулировать приток инновационных технологий и обеспечит серьезные финансовые выливания в экономику Казахстана. Немаловажно и то, что всем пациентам в стране будет обеспечен доступ к инновационным разработкам новых лекарственных форм. Узбекистан и Казахстан развивают сотрудничество в транспортной сфере, включая развитие международных коридоров и строительство дорожной инфраструктуры. Дальнейшие меры в этом направлении обсудили в Истане министры транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и Казахстана Марат Карабаев. В частности, обсуждались совместные проекты строительства железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан и мультимодального транспортного коридора Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан. Также рассмотрено ускорение перевозок путем цифровизации документации. Казахстан поддержал инициативу Узбекистана по строительству железной дороги Термес-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. Ожидается, что это будет способствовать развитию коммуникации и торговли стран Центральной Азии. По итогам встречи подписана дорожная карта по развитию стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном в области транспорта и логистики на 2024-2025 годы. В Международном логистическом парке Шанхайской организации сотрудничества открылась база транзитного распределения автозапчастей для Узбекистана. Площадка должна повысить удобство экспорта и транспортировки этой продукции. Автомобильные комплектующие производятся в городе Шеньян, откуда поступают в логистический парк ШОС и далее следуют по маршруту Китай-Каргазстан-Узбекистан. По прогнозам, объем торговли автозапчастями этой площадки с Узбекистаном на начальном этапе составит не менее 60 миллионов долларов в год. Ввод в эксплуатацию транзитной базы усилит влияние ШОС и поддержит качественное развитие международных логистических каналов между Китаем и странами Центральной Азии. Мы продолжаем совершенствовать функцию международных логистических услуг в данном парке. Например, мы запускаем зелёный канал и круглосуточное обслуживание, тесно работая с представителями Узбекистана, чтобы эффективнее вести регистрацию компаний с иностранным финансированием, предоставлять складские места и так далее. Кроме того, мы укрепляем многоуровневое сотрудничество между портом, таможней и сервисными платформами, чтобы создать единый трансграничный логистический парк. И, конечно, на основе научно обоснованных алгоритмов мы регулируем погрузку и разгрузку контейнеров и другие процессы, повышая эффективность перевозок автозапчастей. В Кыргызстане появится самый крупный в Центральной Азии горнолыжный курорт. Построить его собирается французская компания «Эстриви». Проект был представлен президенту страны Садыру Жапарову. Согласно плану, в Иссыкульской области будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью порядка 200 километров. Ожидается, что курорт будет принимать туристов 10 месяцев в году. Три вершины. Горнолыжный курорт с таким названием в ближайшие два года появится в Кыргызстане. Французская компания разработала проект будущей базы отдыха, пообещав сделать ее самой крупной во всей Центральной Азии. Протяженность трассы – 200 километров. На эти цели инвесторы собираются выделить 165 миллионов евро. Детали строительства французы обсудили с президентом Кыргызстана. Строить будем в несколько этапов. В рамках первого этапа строительства будут построены 60 километров горнолыжной трассы и шесть канатных дорог. Это будет целый кластер. Комплексная инфраструктура, включающая гостиницы, рестораны, этногородки. Строить курорт собираются в Иссык-Кульской области. Трассы пролягут на трех склонах – Джергалан, Акбулак и Бос-Учук. Отсюда и название – три вершины. Иссык-Кульская область для строительства горнолыжного курорта была выбрана не случайно. Из-за того, что здесь находится теплое озеро Иссык-Куль, которое никогда не замерзает, здесь сформировался очень благоприятный климат для туристов. Температура воздуха в зимний день здесь не опускается ниже, чем минус 5 градусов по Цельсию. А что касается снега, то он лежит плотным покровом. Его толщина от полтора до двух с половиной метров. Ожидается, что с запуском горнолыжного кластера в Иссык-Кульской области будет создано почти 5000 рабочих мест. К слову, по данным на Статкома, сейчас в этом регионе свыше 7 тысяч человек не имеют постоянной работы. Объем ежегодных налоговых отчислений от курорта составит 146 миллионов евро. Особенно большой потенциал у Кыргызстана есть в развитии горнолыжного туризма, потому что 90% территории занято горами. 70% из них относятся к разряду очень высоких гор. Снег здесь лежит с ноября по март месяц. Что же касается нового курорта, который собираются строить в Иссык-Кульской области, то он будет функционировать 10 месяцев в году. Ожидается, что ежегодно курорты будут посещать до 850 тысяч туристов. В 2022 году Кыргызстан вошел в первую пятерку стран СНГ для зимнего отдыха у туристов. В последнее время страна активно занимается развитием этого направления. Одна из мер – привлечение инструкторов из Швейцарии для обучения туристов азам лыжного спорта. Были разработаны новые турпродукты, такие как снегоступинг, беговые лыжи, астротуризм, поездки в горы в ночное время для содержания звездного неба. Что же касается горнолыжных курортов, то сейчас они работают с конца осени до начала весны. Всего действует в Кыргызстане 15 баз. Екатерина Токамбаева, Мухтару Луумурбек, специально для СБС из Кыргызстана. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Эльна Ралиева. Следите вместе с нами за самими актуальными новостями. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин